Курянка Екатерина Малахова, дебютант конкурса. Подходящую ей номинацию «Роспись по дереву» ввели в программу лишь в этом году. Работая девушка следует зову предков, жителей северных губерний. Ее фаворит – мизенская роспись. Ею она украсила эти шкатулки, туиса и коробейки. Мизень, она, по-моему, выразительна в своей лаконичности, как я люблю говорить, потому что в ней при минималистичных выразительных средствах у нас всего один цвет красный, черные тоже контуры, но при этом мы видим обилие орнаментов, узоров, есть представители животного мира. И даже, если говорим о прялочной росписи, то даже были изображения людей, но очень условные, графичные и наивные. Елена Маркова, участница в номинации «Традиционное ткачество», приехала из Москвы. Ее пояса и сумки сделаны из самотканного полотна. Настоящий эксклюзив. В какой традиции работает, сказать затрудняется. В столице давно смешались все техники и стили. В Москве очень много перемешано, много было переселенцев и очень много интересных вещей. То есть в одном месте мне было сказано, что надо было заниматься только московским ткачеством, но его как такового в чистом виде не существует. Потому что в Москву свозили, извините, всех мастеров с разных регионов, и здесь очень много разных техник. Из-за пандемии на конкурс приехало не так много участников, чуть больше 40 человек. Но расширилась география. Курск «Орел. Воронеж. Краснодар». Организаторы говорят, интерес к народному творчеству с годами растет. Десять лет назад была одна картина. На сегодняшний день больше людей со стороны вовлечено в это. Большим людям это нравится. Большее количество людей приходят нам на конкурсный день смотреть. Раньше больше приходили сами мастера, коллеги смотреть. А сейчас вообще люди, дети, мамочки, пенсионеры. Много людей, много. Конкурс продлится три дня. Участников ждут мастер-классы, круглые столы, экскурсии и, конечно, обмен опытом. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 26 сентября. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев. События дня. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев.